Библейский портал экзегет.ру представляет Послание к Титу для библейского портала экзегет. Я, Андрей Деснинский, читаю свой перевод с небольшими комментариями. Послание небольшое относится к пастырским вместе с двумя посланиями к Тимофею. То есть это наставление руководителю христианской общины уже второму поколению. То есть не тому, кто основал общину, но тому, кто возглавляет. И, соответственно, кто нуждается в каких-то указаниях, а как это делать. Апостолов мало, общин много, и поэтому какие-то люди остаются руководить после того, как апостолы отправляются дальше. Тит конкретно на острове Крит. А где действительно побывал Павел, где христианская община была им основана, ну и как ему справляться с этой общиной. Павел, раб Божий, апостол Иисуса Христа, по вере избранников Божьих. Знают они истину, ведущую к благочействию, в надежде на вечную жизнь, которую Бог неложно обещал еще прежде времен вечных. И в должное время открыл нам в проповеди, доверенной мне, по велению Спасителя нашего Бога. Такое длинное представление. Немножко необычно, все-таки, как правило, в начале послания мы видим какую-то краткую формулировку. А здесь развернутое. То есть, наверное, для того, чтобы дальше уже не говорить подробно о богословии, он напоминает в самых первых строках самое главное. Тит будет руководить избранниками Божьими. Христиане от всех, кого Бог избрал и призвал. Они знают истину, ведущую к благочестию. Они надеются на вечную жизнь, что было им обещано. И, соответственно, из этого проистекает все то, что будет говориться дальше. Знают и надеются. Но нуждаются в руководстве. Я желаю Титу, истинному сыну по нашей общей вере, благодати, милости и мира от Бога Отца и Иисуса Христа, Спасителя нашего. Вот, как и Тимофея называют Тита сыном, что очень важно, такой принцип семейного отношения. То есть, духовное сыновство, духовное отцовство. Это не просто подчинение, не просто иерархия, а это вот именно как в семье. «Для того я оставил тебя на Крите, чтобы ты завершил, что осталось, и поставил в каждом городе пресвитера, как я тебе повелел». То есть, Крит – целый остров, вот то, что сегодня называется епархией, да, и титруководитель христианских общин на этом острове. И в каждом городе он стоит пресвитера, слово, которое означает старшина и старейшина. Соответственно, в каждой общине свой, маленький. А как тут быть, кого выбирать? Вот есть критерии. «Кто был бы безупречен, муж одной жены и дети, у кого верные, без обвинений в разнузности или непокорстве». Пресвитеры женаты, это очевидно. Муж одной жены, можно, конечно, понять, как отсутствие второго брака после смерти первой жены, но скорее все-таки это отсутствие любовницы или наложницы, там, кого-то еще. То есть, это человек, у которого в семье все в порядке, у которого есть одна женщина, жена его законная, и дети без обвинений в разнузности или непокорстве. То есть, детей он воспитывает хорошо, если он не справляется со своей семьей, как он справится с общиной, учитывая, что община организована по семейному принципу. «Епископ управляет Божьим народом». Скорее всего, здесь епископ и пресвитер – это одно и то же. Пресвитер – старейшин, и епископ – это надзиратель, руководитель. Епископ управляет Божьим народом и должен быть безупречен. Из тех, кому привычно не дерзать гнев, пьянство, драки и нажива, а гостеприимство, доброжелательность, благоразумие, справедливость, чистота, умеренность, чтобы держался он верного слова, которому был научен и был способен наставить здравом учении и обличить тех, кто ему противится. Вот очень понятный принцип. Не дерзать гнев, пьянство, драки и нажива, а способность быть не просто хорошим человеком, а человеком, который по-доброму себя ведет по отношению к другим и одновременно может наставить и обличить. На первом месте гостеприимство, доброжелательность, благоразумие. То есть наставлять и обличать можно злобно и яростно, а можно по-доброму. Сначала, чтобы был человек, который хорошо ладит со старыми людьми, а уже во вторую очередь, чтобы он мог их обличать и наставлять. Но понятно, что проблемы есть. И вот эти вот общины были созданы, они еще не очень, может быть, тверды в вере, но есть и те, кто их сбивает с пути. Много ведь есть непокорных пустословов и обманщиков, особенно среди обрезанных, то есть среди тех, кто из иудеев, кто, может быть, призывает соблюдать Моисеев закон. «Нужно затыкать рот тем, кто совращает целые семейства, уча чему не следует, и все ради наживы». Смотрите, затыкать рот – это довольно грубое выражение «так здесь и есть». То есть доброжелательность не означает полные бесконфликтности. Собственно, их пророк, сам из их числа, так и сказал, «Критинелгут всегда злые звери, лентяи, обжоры». Жестко, очень жестко. Вообще, цитата из Эпименида Критского, поэта VI-V веков до н.э. Его действительно почитали многие как пророка. И потом вот это «Критинелгут всегда» стало своего рода поговоркой. Если Критинин сказал «Критинелгут всегда», то «Критинелгут всегда» значит, что это тоже неправда. Такой один из логических парадоксов, известных еще в античности. Но его здесь, Павел, привозят как такое очень жесткое предупреждение. Ты понимаешь, с какими людьми ты имеешь дело. Как же это совместить с доброжелательностью и гостеприимством? Если я, допустим, руковожу христианской общине в какой-то области, я говорю, да в этой области все лгуны. Это что же, я доброжелательен, что ли, к ней? Я думаю, что, наверное, все-таки здесь такой очень сбалансированный подход. То есть прекрасно понимать можно, что люди не очень хорошие вообще по своей природе, не только Критине. Но в данном случае на Крите все действие происходит. А одновременно стараться быть к ним доброжелательным, одновременно видеть в них лучшее, понимая, что худшего тоже достаточно. Это пророчество истинно, и поэтому обличай их сурово, чтобы обратить их к здравой вере. Пусть они не обращают внимания на иудейские росказни и повеления людей, отвернувшихся от истины. Вот сразу он упоминает, что, собственно, опасного, иудейские росказни и повеления людей, отвернувшихся от истины. Очевидно, этот вечный конфликт, ну, не вечный, но постоянный для Павла, по крайней мере, с людьми, которые настаивают на соблюдении Моисеева закона, ритуальных всех этих предписаний. И, соответственно, вот этого не нужно. Причем эти предписания, они состоят, прежде всего, в отвержении определенного рода пищи, поведения, практик, которые объявляются нечистыми. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, ведь у них осквернены и разум, и совесть. Вот принцип, да, вот сами по себе продукты или какие-то формы поведения, они не являются чистыми или нечистыми. Вопрос в том, как человек это воспринимает. А если у тебя оскверненный разум и совесть, ничего не будет для тебя чистым. Они заявляют, что Бог им ведом, но на деле отрекаются от него гнусные, ненадежные, ни к чему доброму негодные люди. Очень он ругается в этой первой главе, но во второй будет немножечко получше, там пойдут практические наставления. Спасибо. 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 Спасибо.